Наследник из Каракаса. 11 декабря 2018 года, 1952. Валерий Каравин, публицист, политолог, венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты планируют государственный переворот в стране. В настоящее время идет и координируется Белым Домом попытка подорвать демократическую жизнь Венесуэлы и совершить государственный переворот против демократического и конституционного режима, который существует в нашей стране. Заявил Мадуро. Не первый год находясь на передовой противостоянии с США, Мадуро знает, о чем говорит. Знал об этом и его наставник, вождь боливарианской революции Уго Чавес. Также по теме, Путин осудил попытки изменить силой политическую ситуацию в Венесуэле. Президент России Владимир Путин осудил любые попытки изменить политическую ситуацию в Венесуэле с помощью силы, в том числе. С падением советского блока не Америка открылась миру. Этот мир открылся Америке, став уязвимым, обезоруженным, беззащитным в своей наивности. Легион глобального запада, этого абсолютного меньшинства человечества под предводительством нового Вавилона, США, хлынул на просторы мира со всем свойственным ему вероломством, жесткостью и цинизмом, как только удерживавший мир от затопления, проект самоликвидировался, оставив этот мир на произвол судьбы. Мир оказался обездоленным, и теперь американский монстр расправляется с каждым поодиночке, проглатывая одно государство за другим, не в состоянии насытиться. Латинская Америка – это лишь одна из страниц вероломного вмешательства Запада под предводительством США в суверенные дела народов, государств, целых цивилизаций, внедрения тотального, бескомпромиссного, в глобальном масштабе. Америка больше никого не завораживает, но лишь ужасает. Америка – это тотальное насилие, вероломство, эксплуатацию и контроль. Показательным в этом вопросе является высказывание бывшего главы национальной разведки США Джеймса Клэппера, «Когда мы пытаемся повлиять на выборы в других странах или даже когда мы хотим свергнуть чужое правительство, мы делаем это в интересах граждан этих стран», – заявил высокопоставленный разведчик, оправдывая тем самым вмешательство Вашингтона в дело более чем 80 стран в период с 1947 года по нынешний день. В этом высокомерии вся суть американского подхода, обстоятельно описанная, например, социологом Джоном Хобсоном в его работе «Евроцентризм в мировой политике». Суть данного подхода заключается в следующем. Существует так называемая цивилизация, одна и самая главная – это Запад. Есть те народы, которые пытаются следовать путем цивилизации, то есть стремятся стать Западом, во всем подражая ему или, если не получается, искренне пародируя. Таких добровольных адептов Запада сама цивилизация определяет как варваров. Но есть и те, которые, вот незадача, не стремятся стать Западом, а упорно настаивают на своей собственной цивилизационной идентичности, двигаясь своим собственным историческим путем. Сохраняя свою культуру и самобытность, таких непокорных, не осознающих свою отсталость по отношению к Западу, цивилизация определяет дикарями и на этом основании приравнивает к элементам живой природы, животным, деревьям, камням. Жизнь варвара в этой модели стоит немного. Жизнь дикаря – ничего не стоит вовсе. На этом фоне жизнь представителя цивилизованного, то есть западного мира бесценна, а жизнь гражданина Венесуэлы – нечто. Какая бы совершенная демократия там ни была установлена, она все равно никогда даже не приблизится к эталонному образчику демократии западной цивилизации. На основе этого цивилизационного расизма и строится западная внешняя политика, на нем же основывается и любое вмешательство. «Смотрите, мы – цивилизация, вы – варвары. Хотите тоже стать цивилизацией?» Здесь по умолчанию должны звучать крики «хотим, хотим, конечно, хотим», переходящие в овации. Если криков нет, их включают, как включают закадровый смех в дешевых американских юмористических шоу. Ну вот, продолжает Запад, теперь вам нужно расслабиться и попытаться получить удовольствие от того, что мы делаем из вас цивилизацию. Конечно, в любом обществе есть несогласные, которые сопротивляются процессу отцивилизовывания. Иногда это даже элиты тех или иных государств, их президенты или лидеры, главы партии или парламентов. Если они сопротивляются уж слишком упорно, то их тихонько травят, заражают раком, убирают через подстроенную катастрофу, чуть громче, смещают через покушение или революцию. Если уж совсем громко, к ним прилетают американские бомбардировщики, дабы завершить процесс. А если при этом страдают мирные жители, так это необходимые издержки, ведь цель – приобщение к благам цивилизации. Также по теме российские стратегические ракетоносцы Ту-160 приземлились в Венесуэле, видя в Венесуэлу прибыли несколько самолетов дальней авиации ВКС РФ, среди которых два стратегических ракетоносца Ту-160. Еще со времен американского президента Джеймса Монро, который в своем послании к Конгрессу США в 1823 году сформировал свою небезызвестную доктрину, лидеры США считают всю Америку своей. Напомним, что главный тезис доктрины Монро – Америка для американцев. Однако речь в ней шла не о принципах национального строительства США, а о внешней политике, а значит, понимать это буквально следует как вся Америка для США, что относится ко всем странам обоих американских континентов. Они автоматически определяются как зависимые от Соединенных Штатов колонии с внешним управлением. И уж где, как ни в Латинской Америке, не понаслышке знают о том, что такое американское вмешательство и внешнее управление. А наиболее частым методом вмешательства здесь остается отстранение от власти законно избранного главы государства, будь то смещение через выборы, мягкий вариант, или свержение, или, скажем так, умершвление неугодных, в том числе и прямое убийство. Недостатка в подобных примерах нет. Хакоба Арбинс в Гватемале, Сальвадор Альенди в Чили, Жоан Гулард в Бразилии, лишь немногие примеры, не говоря уже о совсем недавних эпизодах отстранения от власти с подачи США, Мануэля Силаи в Гондурасе, Фернанда Луга в Парагвай и Дилмы Русе в Бразилии. Так что опасения Мадуро вполне обоснованы. О способах, с помощью которых ликвидируют неугодных лидеров Латинской Америки, довольно обстоятельно написал еще бывший американский экономический убийца Джон Перкинс. В своей книге «Исповедь экономического убийцы» он подробно описал этапы установления контроля со стороны США. Сначала, кредиты международных финансовых структур под видом экономических реформ и, как следствие, экономическое закабаление. Затем, политический диктат и финал, установление внешнего, американского управления. Если же глава того или иного государства упорствует, то в дело вступают так называемые «шакалы», специальный агент и ЦРУ. Все потому, что США считают Южную Америку своей. Влиятельный американский идеолог, реалист и мондиолист Генри Киссингер еще в 1970-х годах говорил, что если США не смогут контролировать Латинскую Америку, как они будут доминировать в мире. Именно тогда за Южноамериканским материком закрепился эпитет «Задний двор США», а идеологическое обоснование американского контроля над материком выразилось в теории ограниченного суверенитета, подразумевающей международное, а на самом деле американское, покровительство. И хотя этот план был сразу же отвергнут Бразилией, Венесуэлой, Аргентиной и Боливией, американцы тут же перешли от слов к делу, начав его активную реализацию. Для военного давления на континент США разместили вокруг региона Рики-Амазонки, аналог евразийского Хартленда, входящий в состав четырех стран, Бразилии, Колумбии, Венесуэлы и Перу, свои военные базы. Американский военный контингент был размещен в Арауке, Лорандии, Тресоску и Нась в Колумбии, Икитосе и Наная в Перу, в Морискале, Стегарибе, в Парагвай и на острове Кюросал в 50 километрах от побережья Венесуэлы, на базе Манта в Эквадоре и еще на девяти новых американских базах, открытых позднее. А вот дальше началась политическая зачистка. Последующее вмешательство США в дело Ибера Америки, как называют это пространство сами его жители, это серия политических акций и давления устрашения, целый ряд организованных при участии ЦРУ переворотов, саботажи, установления жесткой диктатуры проамериканских марионеточных режимов, политические убийства, исчезновения людей, пытки и навязывания либеральной капиталистической модели ряду стран. И уж конечно, говоря о формах и методах, которые США практикуют для борьбы с неугодными правительствами, нельзя умолчать о причинах смертельной болезни и экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, не сомневавшегося в том, что американские спецслужбы обладают технологией, с помощью которой могут заражать неугодных политиков раком. А как еще объяснить, что за три года шести латиноамериканским лидерам, активно выступавшим против гегемонии США, был поставлен страшный диагноз? Мадуро понимает, что он следующий на очереди. Длящиеся годами антиправительственные выступления уже расшатали не только экономику страны, но и поточили социальную, политическую, военную устойчивость. Если так продолжится и дальше, то США окончательно добьют это непокорное государство, оккупируют, разорвут на части, истощат, безудержно эксплуатируя, как они это сделали со всеми, кто волей или неволей оказался под американским контролем. Единственный способ хоть как-то обезопасить себя на сегодня, это русская армия и флот. Да, и еще русская авиация. Видимо, именно поэтому на учения в Венесуэлу прилетели стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России продемонстрировать, что русские своих не бросают. Что ж, в таком случае убросивший вызов глобалистской гегемонии Венесуэлы еще остается шанс на спасение. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.